Всем привет! С вами Татьяна. Сегодня 2 февраля. Очень удачные дни для пересадки растений, для замачивания семян на рассаду. Я много уже чего пересадила и кое-что вам показывала. Вот такие, допустим, огурчики я показывала, в большей горшке я пересадила. И вот несколько томатиков комнатных. И вот сегодня уже буду питоньку, видите, уже вот такие большие у меня. Им здесь уже тесно буду пересаживать. Ну и вам покажу. И самое главное, у меня перец вот еще остался. Видите, вот эти вот большие перцы, их тоже надо рассадить по большим горшочкам. Вот как эти, допустим. С чего мы начинаем? Конечно же, в первую очередь с грунта. Грунт я беру абсолютно любой, готовый, универсальный для всех. Такой или такой, но нет разницы. Разница только в том, что туда добавляют какие-то фракции. Я беру сама, добавляю и перлит, и верникулит. И там есть обогащение биогумусом. Мне не надо. А вот биогумус вот такой. Все это перемешиваем. Да, и песочком. Вот немножко прожарила песочек сейчас. И песочком тоже нужно немножечко размешать. Вот в такой грунт я и буду пересаживать свои растюхи. Переваливать, так сказать, пересаживать горшочков с малюсеньких большие. И сразу же проливаю горячей водой с марганцем, а затем с фитоспорином. Итак, вот этот красный перчик мы сейчас пересадим вот в такие емкости, двухлитровые. Две взяла специальные вот такие вот темные и одну двухлитровую вот такую вот. Ну, а на трехлитровую ее обрезала, двухлитровую осталось. Смотрите, на дно сразу же яичную скорлупу вот такую выстилаю. Наполняем емкость грунтом и вот так вот примеряем наши стаканчики, вот из которых будем пересаживать. Вот так, чтобы на уровне была вот эти семидорички у нас. И все, и потом засыпаем. Достаем потом стаканчик вот так. Вот видите, корневая уже, где уже начали вот эти завитушечки. Ну, вот вовремя как раз я пересажу, вовремя. И все, ставим сюда в стаканчик. Вот так аккуратненько берем и ставим. И все, засыпаем. Вот так засыпаем все вокруг. Смотрите, для чего я делаю один прозрачный какой-нибудь стаканчик или горшочек? Для того, чтобы видеть, как развивается корневая. Вот какие-то есть и темные горшочки, но хотя бы один я обязательно в прозрачный. Или стаканчик, или горшочек, чтобы видеть, как развивается корневая. Вот и все. Только поэтому я иногда делаю прозрачные. Ну вот и все. Теперь поливаем сюда старинчиком. И все. Подкорм пока никаких. Вот так второй стаканчик обжимаем, и он выходит. Вот она, видите, корневая. Смотрите, если вы плохо пролили в стаканчике еще, то вот после высадки можно проливать. А если же вот у вас здесь вот сухо, то можно прям сразу же попшикать водичкой, чтобы не заливать его в дальнейшем. Вот так вот, видите? И все. И так же ставим его аккуратненько, чтобы листочки... Потому что он очень нежный перчик у нас получается. Листики можно спокойно обломать. Поэтому очень-очень аккуратно засыпаем. Медленно, не торопитесь. Вот так по сторонам везде все эти пустоты заполняем. И так слегка притрамбовать, чтобы он потом не провалился. Вот и все. Вот мы еще один высадили. Ну и последний. Опять примеряемся. Вот так. Чтобы вот так вот было все. И все. Вот такой. Здесь третий. Вот такой уже. Вот чуть-чуть и все. Вот так аккуратно берем за степелечек и опускаем. Вот так. Смотрите, когда засыпаете, обязательно вот здесь вот так вот все немножечко притрамбовывайте. Обязательно, чтобы не было пустот. Удобно ложкой. Очень удобно. Вот так. Все притрамбовали. Вот так. Такой богатырь. Это вот три перчика высадила. Видите? Хороший. В прошлом году высаживала. А вот, к сожалению, вот этот перчик первый год и уже три раза его высеваю. И очень неудачно. Ну вот здесь один. И вот здесь такой малюсики. Но это не факт, что они будут расти. Ну вот так наши перчики высажены. Все. Теперь остается нам еще петуни и лобиелии рассадить. Ну, может быть, это уже завтра. А тут еще малявки. Все. Всем пока-пока.